Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Кирилл Политов. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В Бийске зверски убита молодая девушка и зрелый мужчина, подозреваемый в преступлении, задержан. После событий в Керчи губернатор Край распорядился ужесточить пропускной режим в общеобразовательных учреждениях. Так могут ли посторонние попасть на территорию школы без документов? Расскажем через несколько минут. Социально ориентирован впервые за много лет. Сегодня на публичных слушаниях обсуждали главный финансовый документ Края. Наукоград взбудоражен. Накануне в Бийске произошло зверское убийство. Жертвами преступника стали мужчина с 44 лет и 18-летняя девушка. Сегодня утром по подозрению в совершении преступлений задержан 20-летний местный житель, с которым в настоящее время проводятся следственные действия. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, мотив совершенных преступлений. Изучается личность подозреваемого. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Так вот, пока о происшествии известно немного. У мужчины множественные ножевые раны. Девушки нанесли три удара ножом в область грудной клетки и живота. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 105-й. Убийство. Расследование продолжается. В Барнольдских школах после событий в Керчи усилен пропускной режим. Соблюдать дополнительные меры безопасности распорядился губернатор Виктор Томенко. Наши новости решили проверить, насколько сложно постороннему человеку попасть на территорию школы и как реализуется распоряжение губернатора на практике. Вот смотрим материалы Лика Четкова. Гимназия номер 22. Скоро произвенит звонок и начнется вторая смена. Турникет и пропускная система. Все это, как нам рассказали в школе и подтвердили ученики, появилось давно. А вот рамка на прошлой неделе после усиления мер безопасности. Через нее пропускают старшеклассников и простых посетителей. С того же дня у посторонних, даже у родителей стали требовать удостоверения личности. Обнаружилось только то, что в гимназию приходит большое количество людей, которые хотели бы попасть без документов. При этом при проверке металлодетекторами мы выявили у них только абсолютно бытовые предметы. Охранник теперь совершает обход школы четко трижды в день. Проверяет коридоры на подозрительные предметы и смотрит, чтобы служебные двери были заперты и в то же время готовы для экстренной эвакуации. Под наблюдением практически любой уголок школы. Цифровым зумом мы увеличиваем картинку и непосредственно можем смотреть, что происходит. В разных позициях этого помещения. Но в эту школу нас пригласило Министерство образования. А как дела в остальных? Без предупреждения заходим в другое учебное заведение. Нас моментально останавливают. Документы обязательно проверяются? Конечно, документы. Если датчик сработал, проверяем полностью все вещи до одной. Полностью обходим здание. Замок закрывается автоматически. Детей выпустили, закрыли. А вот турникета, замечаем, здесь нет. Как и в другой школе, расположенной на горе. Ее руководство, правда, не на камеру пояснило. Были бы рады установки, но узкие коридоры не позволяют этого сделать. Между тем, родители школьников усиление режима либо вообще не заметили, либо одобряют. Побольше камер, соответственно. Побольше дополнительных каких-то систем пропускных, допустим. Я только за. Потому что наши дети – это наше будущее. Доступа простого для кого угодно туда нет, да? Нет. Вот там два мужчины дежурных, и я удивляюсь, они даже, когда дети пытаются выйти без родителей, он сразу их «Так, товарищи, куда? Чего? Почему?» Как нас заверили в Краевом министерстве, меры приняты во всех школах Барнаула, а их более ста. Везде проверена система наблюдения, тревожные кнопки, проведен дополнительный инструктаж персонала. Так что действительно посторонний вход воспрещен, и не только на бумаге. Илья Кочетков, Николай Шилко. Наши новости. В Краевом правительстве продолжается череда перестановок и назначений. Так, с завтрашнего дня кресло начальника спорта и молодежной политики края должна будет освободить Елена Лебедева. Распоряжение об этом подписал глава региона Виктор Томенко. Известно, что Елена Александровна уже попрощалась с коллективом, поблагодарила за сотрудничество. Планируется, что Управление спорта и молодежной политики края будет переименовано в Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития региона. Функции в сфере физической культуры и спорта передадут в Министерство спорта края. И сегодня же стало известно, что Виктор Томенко назначил Наталью Белоцкую временно исполняющим обязанности министра здравоохранения края. Она сменила на посту Ирину Долгову. Публичные слушания по бюджету прошли сегодня в Барнауле. Зал Краевого законодательного собрания вместил представителей власти Депутатского корпуса общественности. Далее подробнее. Главный финансовый документ впервые за много лет настолько социально ориентирован. Это единогласно отметили депутаты всех фракций. 26 миллиардов рублей планируется направить на зарплату бюджетников. 22 миллиарда на другие меры социальной поддержки. Еще почти 15 на субвенции школам и детским садам. Но тем не менее, многие считают увеличение зарплаты бюджетникам на 8% недостаточным. Фракция «Единая Россия» намерена поддержать проект, но с предложением. Процент увеличения зарплатной платы должен быть достаточно существенным и ощутимым со стороны, в первую очередь, работников бюджетной сферы. Понимаю прекрасно, что мы в первую очередь больше едем и горячим днем от так называемых партицированных специалистов. Те, кого не проснулось практически повышение минимального размера плата труда. Среди других предложений помочь в погашении задолженности медицинским организациям, поддержать сельское хозяйство. Коммунисты, к примеру, считают, что темпы роста в главной сфере края отстают от темпов роста платных услуг. Либерал-демократы предложили не только ждать помощи из федерального бюджета, но и еще раз изыскать возможности погашения дефицита в регионе. Главы районов вновь вернулись к проблеме состояния сельских домов культуры. Предложения разработчики примут к сведению и завтра на заседании фракции окончательно определятся, поддерживать проект в таком виде или нет. Первое чтение бюджета пройдет в четверг. Евгения Даровская, Андрей Печоркин. Наши новости. За последнюю неделю в Алтайском крае зарегистрировано около 17 тысяч заболевших ОРВИ. Большинство из них дети до 14 лет. Специалисты говорят, что эта цифра находится на уровне среднемноголетних показателей. При этом в Роспотребнадзоре по Алтайскому краю сообщили, что пока в регионе не зафиксированы случаи заболевания гриппом. Занятия во всех школах и детских садах идут в штатном режиме. Но вот, кстати, этой осенью в крае от гриппа привились почти полмиллиона человек. Это 20% от всех жителей региона. Чтобы не слечь с температурой, специалисты советуют не пренебрегать профилактикой ОРВИ. Это мыть руки и мыть слизистые. То есть это промывать нос, промывать, полоскать горло. Принимать витамины, иммуностимулирующие препараты. Соблюдать режим дня и самое главное – одеваться по погоде. Если мы идем куда-то на массовые мероприятия и знаем, что мы немножко сами респираторим или там будет количество, то есть это рекомендуется одеть все равно марлевую маску. Также врачи рекомендуют при первых признаках заболевания обратиться в больницу, чтобы не заниматься самолечением и избежать осложнений. Усилить патруль на улицах и в разы увеличить штрафы за нарушение ПДД – только такие меры помогут снизить количество ДТП в городе, уверены барнаульские автоэксперты. Напомним, на прошлой неделе на проспекте Ленина произошло два громких ДТП. В одном из них по вине пьяного водителя погибла молодая женщина и двое маленьких детей. Как обезопасить город от любителей погонять, выясняла Валентина Аскерова. После захода солнца центральный проспект Краевой столицы превращается в гоночную трассу. Практически каждую ночь здесь зарубаются на светофорах, гоняют на перегонки или хачат, причем многие приняв на грудь изрядную дозу алкоголя. Только за последние полтора года здесь произошло несколько резонансных ДТП с участием БМВ 5-й и 6-й серии. Алексей Бекташев и Александр Руденко. Их имена знает вся страна. По их вине погибли в общей сложности пять человек, в том числе маленькие дети. Оба были нетрезвые и мчались на бешеной скорости на сигнал «Стоп». А в конце прошлой недели по Ленинскому гонял водитель, не имеющий прав. Он проехал на красный и врезался в ладу. Госпитализировано 4 человека. Местные жители бьют тревогу, они напуганы всплеском ДТП. Между тем, барнаульские автоэксперты призывают к повышенной внимательности на дорогах. Ленинске можно обезвредить, так скажем, лежачими полицейскими. Они найдут другие участки, все равно эти гонки будут. Поэтому, конечно, нужно работать здесь со всех сторон. Да, и со стороны госавтоинспекции какие-то меры ужесточать, патрульные службы выставлять. Другие автоэксперты считают, что ежедневное патрулирование, хотя и сократит число ДТП, но картина поменяется лишь, когда вырастут штрафы за нарушение ПДД. В России они ничтожно малы. Если задуматься, то штраф за пьяную езду всего 30 тысяч рублей. В Европе даже за незначительное ДТП нарушитель отвечает по всей строгости закона и платит огромные штрафы. У меня один мой знакомый, переехав в Германию, попал в ДТП и врезался в дерево. Так вот, он за все про все, за ущерб дереву, за те нарушения, которые он совершил, он отдал полторы тысячи евро. То есть на наши деньги это сто с чем-то тысяч. В России наезд на дерево тоже оформляют как ДТП, но никакой административной ответственности за это виновник не понесет, пояснили сотрудники Барнаульской госавтоинспекции. В правилах дорожного движения есть наезд на животное, на человека и прописано соответствующее наказание. Правда, зачастую пострадавшим или родственникам погибшим нужно пройти семь кругов ада, чтобы виновник в конце концов получил реальный срок. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин, Наши Новости. Отрезанной от мира оказалась половина жителей села Новочесноковка. Первомайского района поселок расположен на двух берегах, соединяет их мост. В мае он признан аварийным. С наступлением осени ездить по нему отказались социальные и экстренные службы. Дождаться врачей жителям практически нереально, а совсем скоро и еду будет не на чем приготовить. Анастасия Дороган продолжит. Лошадь по кличке Доча для жителей Чесноковки теперь и есть самая скорая помощь. Этой осенью именно ее вызывают вместе с врачами. Доча привозит пациентов через аварийный мост. Автомобилю не проехать. А скоро дочи придется возить грузы потяжелее. В октябре жителям Дальнего берега отказали в доставке баллонов с газом во избежание риска. Не доехать теперь и до ФАПа, школы, магазина. 60 лет два берега соединял деревянный мост. От времени он начал разрушаться. Одна из опорных балок на той стороне просела, а на этой просто лопнула. И жители боятся, что очередной большой груз может просто переломить мост. Не раз машины почти срывались в воду, потому что деревянное полотно моста уложено хаотично. Это следы весеннего половодия, а еще того, как жители уже 10 лет своими силами спасают единственную дорогу к цивилизации. Кто едет, тот и кто чего привезет, положил, проехали. Вот так у нас оно и идет. Некоторые машины и донкратят, заехали, скатились, поддонкратили, выехали. В мае Ветхий мост признали аварийным, а людям предложили делать крюк в объезд в 8 километров. Сделали обходную дорогу, она грунтовая. Дождь пошел, и машина вчера застряла там. Первый дождь? Первый дождь, и машина сидит там. И только трактором вытащили машину. Кто поедет по этой машине? Скорая не поедет, хлеб не поедет, газ не поедет. Прежде ремонт моста жителям обещали в августе, затем в сентябре. Сегодня в администрации района нас заверили. Контракт с подрядчиком заключен. В пятницу строители заедут в село. Мост будет железобетонный, с деревянным настилом. То есть мост деревянный мне останется. Асфальт не обещаю, но то, что подъезд и съезд моста будет организовано надлежащим образом, это факт. Строительство моста оплачивает правительство края. По словам чиновника, объект обойдется почти в 10 миллионов рублей. Приличную для трехметрового строения. Стоимость в администрации объясняют дороговизной материалов. Любопытно, что в июле в официальном ответе жителям строительство оценили в 8 миллионов. Полностью завершить объект планируется через месяц. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости. Для всех, у кого большие планы на жизнь, в Барновле состоялась презентация современного жилого комплекса «Большая медведица», который находится в самом сердце столицы региона. Стильная фотозона, приятная музыка и атмосфера. Презентация жилищного комплекса в формате делового завтрака. И это не случайно. «Большая медведица» как нельзя лучше подходит для деловых людей. Квартиры просторные, квартиры вариативные. В данном жилом доме очень большая наборка квартир как от студии, так и до четырехкомнатных. А еще развитая инфраструктура, продуманные планировки, собственная охраняемая придомовая территория и наземные парковки. Одним словом, все для удобной и комфортной жизни в центре города. Мы будем рады, если ваш выбор остановится на жилом комплексе «Большая медведица». Жилищный комплекс «Большая медведица» от застройщика «Адолинстрой» вызвал неподдельный интерес у гостей презентации. Кстати, в новом, пятом по счету доме активно ведется бронирование квартир. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». «Фиталакс» – послабляющее средство на основе фруктов. Жевательные таблетки «Фиталакс» не требуют запивания. «Фиталакс» от «Эвалар» – выбор миллионов покупателей. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В Крае немного потеплеет. В Бийске до 5 тепла, в Алейске и Рубцовске до 6, в Белокурихе 7 со знаком «плюс». В Барнауле возможен снег, ветер юго-западный, порывистый, в ночное время до минус 3, днем до 3 выше 0. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле у нас прежний – 722 440. У меня на этом все новости. До встречи!